Так, это все, кто там сомневается, кто такой есть, мой учитель Александр Владимирович Бесправитных. Александр Владимирович, что ты преподаешь? Где ты работаешь? Здравствуйте, я работаю в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна, город Нижний Тагил. Это мой рабочий стол, мой кабинет, это мой сын моего друга Сергея Игоревича, который сейчас снимает у нас всех, перед вами весь кабинет. Я думаю, все видите сами, мы закончили учебный период 22 года и сейчас я пишу, ведомости заполняю, отчеты сдаю, журналы, ну то есть всякие бумажные дела мне, бумажная война. Самое главное, мы оценки поставили, у детей все приняли и заполняем, заполняем бумагу. А я привел Богдана показать, что есть такое дизайн, что кузнец современный, это еще и дизайнер, потому что надо знать абсолютно все. И детей нужно приобщать к искусству, к культуре, к архитектуре, к знаниям. К чему там еще, Александр, нужно приобщать их? Чтобы они вышли честными и порядочными людьми. И джентльменами с большой буквы. Это самое главное, да. Как там? Сейчас дополню своими словами, сейчас люди ушли, ребята, дипломники получили свои оценки, получили дипломы Московской Академии, филиалом, которым мы являемся. И смотрю, идет новый поток битурентов, несут работы с мамами, с бабушками, с папами, сияют, ждут, приемная комиссия, сдают документы. То есть время идет, жизнь не останавливается, движемся вперед, у нас все хорошо. Вот. Ну что, Богдан Сергеевич, что ты скажешь? Здорово, Александр Владимирович? Да. Что тебе понравилось? Все. Все это что? Лукавит. Лесть. Лукавит, лесть. Лесть. Это лесть, да. В общем, вот такой кабинет Александра Владимировича. Я тут провел очень много времени, он меня очень многому научил. Я, конечно, не студент, но я тут... Давай, давай, давай. Самое интересное. Значит, была у нас практика, которая закончилась буквально несколько, пару дней назад. И мы приняли у студентов работы. Макетная часть проекта. Это третий курс. Экспозиционная зона с элементами информационных носителей. И вот эти макеты ребята сделали. Третий курс. Вот это тот уровень, который мы стараемся всегда держать. Который может быть экспонирован где-то, выставлен. Материал пластик, полноцветная печать. Все в масштабе. Ну, то есть, вот были неудачные работы, ну, которые они пообещали переделать. Она говорит, я не поняла. Я говорю, хорошо, мы переделаем. Так что, ну, вот здесь пока другая оценка, как вы видите. Ну, есть лидеры. Вот они перед вами. Так что, работаем. Ну, в общем, нам еще нужно 3D принтеры, 3D сканеры, 5D всякие станки, чтобы стать лидерами. Ну, и так, в принципе, лидер, да, Александр Владимирович? Мы же серьезные русские дизайнеры. Мы работаем не хуже многих, поверьте. Поэтому у нас все нормально. То есть, обращение к нашим руководителям сверху. Вы берегите и развивайте это все. И будет вам счастье. Дизайнеров хороших не так много. И чтобы воспитать, уходит лет, ну, я не знаю, лет 10, а то и 15. Поэтому эти люди, они на вес золота. Я просто вижу пропорции поступающих и настоящих, которые заканчивают, которые приобрели этот опыт, эти компетенции. И, ну, процентов 10-15-20 это как бы уже достаточно состоявшиеся специалисты. Ну, молодые, это понятно. Им надо помогать. Вот поэтому, ну, основная масса это как бы кто-то случайно попадает, но тоже выравнивается. Он работает, потому что в группе, в потоке. Ну, то есть, я считаю, мы хлеб не зря едим. Вот у меня такое мнение сложилось. А есть такая вершина мастерства дизайн. Это то, что заставляет звенеть кассу. И делают вашу жизнь удобнее и ярче. И так далее, тому подобное. Чтобы ваш диванчик был мягким. Чтобы ваш автомобильчик был удобным. Чтобы ваша лампочка была вам не светила в глазки. И чтобы ваш ножичек был удобнее. И вилочка была удобнее. В общем, дизайнеры, это они думают обо всем. И уровень жизни наш, так сказать, повышается. Совершенно верно. В общем, всем здоровья, счастья, тепла и благополучия. Известный художник и дизайнер по всему миру Александр Владимирович. Приводите гостей, точнее детей, но и гостей. Приходите сами к нам в гости. В наш замечательный колледж. Мы откроем наши двери. Покажем наши сокровища, наши богатства. У нас есть роскошный музей. И я думаю, вы поймете, что это за жемчужина на Урале. И мало того, что уральские горы самые красивые, самые лучшие в мире. И здесь живут реальные пацаны и девчонки. А вот еще Богдан. Круто, да? Да. Да, понравилось. Вот так-то вот. И это не на компьютере тебе кнопочки нажимать. Все. Всем здоровья, счастья и пока. Вот такая красота. Ваш шабалин дизайн. Субтитры сделал DimaTorzok